Львиная доля расходов в 2018 году социальная. 37 миллиардов рублей пойдет на строительство ФАПов, оборудование медкабинетов в образовательных учреждениях, ремонт старых и строительство новых школ. Не забудут и про зарплаты бюджетников. Например, оклад учителей с учетом президентских указов. В следующем году должен увеличиться на 8,5%. Обещают обновить и школьный автопарк. На 15 миллионов рублей планируется купить 8 автобусов. Да, автобусов сегодня с одной стороны достаточно, но с другой стороны не имеют привычку терять свои качества. Со временем они изнашиваются. И мы ставим с вами задачу, чтобы таких неисправных автобусов не было. То есть процесс постоянного обновления. Одно из важных направлений соцполитики 33 региона – обеспечение жильем льготных категорий граждан и молодых семей. Каждый год из областного бюджета на эти цели выделяются миллионы рублей. Программа действует на территории всего региона. Здесь сами молодые семьи должны подавать в органы местного самоправления соответствующую заявку. Владимирская область, Владимирский областной бюджет оказывает финансовую поддержку в виде субсидий местным бюджетам, которые в свою очередь уже эти деньги распределяют. Никаких ограничений по территориям здесь нет. То есть этим правом могут воспользоваться любые молодые семьи. Налоги – один из главных источников дохода бюджета области. Но пополнять общую казну хотят далеко не все. Отмечается рост задолженности за 9 месяцев этого года по транспортному налогу с организацией, по налогу на доходы физических лиц, акцизам по подакцизным товарам. Дополнительным риском для доходной базы областного бюджета является возможное увеличение с 1 января 2018 года ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, которое может спровоцировать рост цен на энергоносители. Почти 48 миллиардов рублей – доходная часть и 51,5 – расходная. Проект бюджета на следующий год сверстан по оптимистическому сценарию, говорят законодатели. 33-й регион по экономическому развитию опережает средние показатели в стране. Важным критерием здесь стало сокращение дефицита бюджета. Кроме этого решена и будет решаться главная задача бюджетного проектирования – снижение дефицита бюджета. На 2017 год дефицит бюджета предусмотрен в размере порядка 5,2%, на 18-й – 5%, на 19-й – 4,5% и на 20-й мы планируем порядка 3% дефицита. В 2018-м новым приоритетом в расходах будет спорт. Ведь наш город готовится стать культурной столицей во время чемпионата мира по футболу. На проведение спортивных праздников и фестивалей в бюджет заложено более 22 миллионов рублей. Также в регионе начнется строительство двух ледовых дворцов во Владимире и Александрове.